Энцефалитных клещей впервые за 80 лет обнаружили в Кустанайской области. Последний раз с опасными насекомыми тут сталкивались в 40-х годах прошлого столетия. Теперь же паразиты завелись в лесах четырех районов области. Кустанайская область традиционно спокойна по заболеваемости клещевым энцефалитом регион. Опасными в Казахстане считаются всего две области – Алматинская и Восточно-Казахстанская. Поэтому появление энцефалитных клещей в регионе не могло не насторожить санитарных врачей. Территория Российской Федерации, которая граничит с территорией нашей области, она всегда была эндемичной по клещевому энцефалиту. Но возможно, что инфицирование произошло именно в результате соответствия с эндемичной территорией. Жертвой укуса клеща два года назад стал перспективный кустанайский конькобежец Алексей Бондарчук. Обнаружив насекомое на своей руке, он обратился в травмпункт. Там вытащили клеща, но на исследование не отправили. А ведь есть вероятность, что конькобежец укусил именно энцефалитный клещ. Клещевой энцефалит – природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга. Заболевание приводит к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти. Два года назад меня укусил клещ и повредил центральную нервную систему. После чего мне стало тяжело разговаривать. У меня ослабли руки, ноги. Собрать деньги для кустанайского спортсмена Алексея Бондарчука помогли неравнодушные казахстанцы и чиновники. Алексей прошел несколько курсов лечения в Индии, а затем долгое время лечился в Китае. Но, к сожалению, видимых улучшений здоровья на сегодняшний день у него нет. В Казахстане встречаются около 20 видов клещей, но опасный только энцефалитный. Отличить его на глаз от обычных невозможно, говорит лесник. После ежедневного обхода леса она часто находит клещей на своей одежде. Они заползают, они могут и по спине наползти, в открытые места на шею садятся, в складки где-то садятся. Легко одеваться нельзя. Нужно, чтобы закрытая обувь была, закрытые брюки. Этой весной в Казахстане от клещей пострадали уже 4800 человек. Санврачи рекомендуют приносить на исследование укусившие вас насекомые в Департамент по охране общественного здоровья. Клеща исследуют на энцефалит. Стоит эта услуга около 2000 тенге. Спустя 10 дней после укуса можно сдать анализ крови на клещевой энцефалит. В Кустанайской области имеется иммуноглобулин для лечения энцефалита примерно для 20 человек. На следующий год санврачи намерены увеличить этот объём.